МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставил на открытый показ. Оксана Фандера сыграла хозяйку публичного дома. Это действительно на сегодняшний день лучшая роль Оксаны Фандеры. И, на мой взгляд, за последние лет 10 или 15 в нашем кино вообще лучшая женская роль. Анна Сергеенко посмотрела на Кинотавре новый фильм Александра Гордона «Огни Притона». Одесса-мама или кому и почему она посвятила свою роль в «Огнях Притона»? Для меня эта история просто какой-то поклон моей маме. Одесситка Оксана Фандера сегодня гостья программы «Кино в деталях». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у меня в гостях замечательная актриса и моя давняя подруга Оксана Фандера. Наш разговор с ней мы записали в Сочи. И вот почему. Одну из своих лучших, по моему мнению, ролей Оксана сыграла в фильме «Огни Притона», который участвовал в конкурсной программе 22-го открытого российского фестиваля Кинотавра. Здесь, в Сочи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оксана, здравствуй. Здравствуй, Федор. Спасибо, что пришла ко мне в гости. Я тебя очень поздравляю. С, по-моему, прекрасным приемом аудитории, фильмы, огни Притона. Я под большим впечатлением. Прямо получил большое удовольствие. Я тебя поздравляю с замечательной ролью. Мне кажется, что это... Ну, я не возьму на себя какие-то итоги подводить. Но, по-моему, это твоя лучшая роль. Одна из лучших ролей. Ну, с самого начала тогда начнем. Как сценарий попал тебе в руки? Как вы познакомились с Гордоном? Наверняка с ним долго разговаривала. Или что, сценарий прошла, сразу же влюбилась, нет? Угу. Да. Прошла сценарий, влюбилась. Нет, как произошло? Просто попал сценарий? Ну, он просто позвонил, сказал, что у него есть сценарий, и он хочет узнать мое мнение. Я просила сценарий и рассказала ему свое мнение. Ну, даже не то, чтобы рассказала, я сказала ему правду, что я понятия не имею, как это делать вообще. Но я хочу. Для меня эта история просто какой-то поклон моей маме. Я вздрагивала, потому что я никогда не была похожа на свою маму. Мамы уже нет. Ну, я не стала 7-8 лет назад. Я смотрела в монитор, я никому не могла этого объяснить. Я понимала, что это происходит, какая-то страшная мистическая мистика. Когда мне кажется страшной, я понимаю, что я вижу ее. Я думаю, ну, наверное, я из-за этого хотела сниматься. У нас были разные задачи, видимо, с Гордоном. Даже не задачи, а разные цели. Ему нужна была актриса, а мне нужна была некая сублимация. Ну, понимаешь. Да. И что это мир твой, как он вернулся к себе. Я не был там, понимаешь? Я ни разу не был в Одессе. Я был проездом, представляю там картину, но я не знаю, что это такое. Я знаю, вот на самом деле я по большому счету открыл визуально. Она визионерская картина. Она такая, там, я почему, я переписывался в ночи. Кто оператор, срочно оператор, кто? Твой-то это мир, это что за мир? И был ли он вообще? Одесский? Да. Это самая вкусная в мире рыба. Ты ел кладбочков? Нет. Их надо правильно жарить. Их едят. Ну, неважно, я покажу тебе. Это самые вкусные в мире помидоры. Ну, хорошо, а разговор, двор? Едят их вот так, помидоры, как яблоки. И скатерть нужна только для гостей, а для своих ее убирают. Все наоборот. Понимаешь, это Одесса. Это очень точно. Мне же не рассказывали, пока я переодевалась, гибировалась или отдыхала, что сейчас вокруг меня началась некая аутентичность. Я это замечала и была поражена. Знаете, такие вспышки, это детство, детство, коммунальная квартира. Как точно? Да. Это точно. Это не демонстрирует себя. Невероятная органика и достоверность. А обсуждать картину можно, и будут обсуждать. Будут претензии, о чем она, ни о чем, о чем он хотел. Ну, я представляю, какое количество вопросов будет на Гордон. Тем более, зная, так сказать, они ему будут возвращать. Ну, совершенно он Гордон был готов к тому, о чем я говорила перед фильмом. Но это казалось, как это нежнейшая пресс-конференция, просто где нам аплодировали и так к себе вели, что у меня было ощущение, уже не первый раз, что это все как будто программа розыгрыш. Ну, просто мы совершенно к другому были, честно говоря, готовы. Я волновалась за Гордона очень сильно, потому что я и вчера, и сегодня, потому что я действительно к нему испытываю колоссальную симпатию. Он потрясающий человек. Он совершенно другой человек. У него как будто набор венецианских мостах. Он другой. Этот фильм, я уже об этом говорила, молодец. Вот с чего я начал. Я вернула тебе. Я тебе вернула. Этот фильм... Спасибо. Вот с чего я начал. Этот фильм уязвимый. Этот фильм наивный, романтичный. Есть некоторый примитив, советскость и так далее. Из всего этого стоит Саша. То есть этот фильм... Я вообще не соглашусь. Для меня это большое европейское кино, потому что... Я говорю тебе сравнение. Потому что для меня это как если бы мы дали кисти в руки и просили каким-то его подсознанием его самого же нарисовать. Это Саша. То есть это Гордон такой человек. Известный телеведущий и начинающий режиссер Александр Гордон заявил в своем интервью, что не верит в состязательность кино. Тем не менее, его картина участвовала в конкурсной программе 22-го кинотавра. Об огнях притона режиссера Александра Гордона в сюжете Анны Сергеенко. Что бы искушенный зритель не сказал после просмотра этой картины, ее стоило увидеть хотя бы из-за двух явлений отечественной медиасферы. Александр Гордон и Оксана Фандера. Главный умник российского телевидения, крепко насоливший в своей программе коллегам-режиссерам, сам готов подставиться под критику. Светская красавица, которую нередко называют самой недооцененной актрисой поколения, бескомпромиссно отрекается от медийного шлейфа. Оба в свете огней притона видятся иными, мягче, светлее, сентиментальнее. Привычный язвительный тон оставлен. О своей актрисе говорит режиссер Гордон. Это действительно на сегодняшний день лучшая роль Оксаны Фандеры. И, на мой взгляд, за последние лет 10 или 15 в нашем кино вообще лучшая женская роль. Во-первых, Оксана Одесситка, что в этом фильме очень важно. Во-вторых, она поняла, что ей нужно менять немножко и возрастное амплуа, и переходить уже к тяжелому весу, что называется. А в-третьих, она была так очарована, судя по всему, этой историей. И так она легла ей на душу, какие-то ее эти... Я не влезал никогда в ее душу, в ее пространство, да. Что нам и работать было очень легко, и результатом я доволен абсолютно. Оксана Фандеры появилась на проекте, когда в поисках актрисы на главную роль Александр Гордон сбился с ног и уже был готов отказаться от съемок. Но и с Фандерой согласился не сразу. В повести его отца Гарри была выписана женщина с совсем другой фактурой – пышнотелая селянка. Фандера же сделала героиню похожей одновременно на всех кинодив 50-х годов. Вместе режиссер и актриса создали сверхчувствительный портрет классической проститутки с золотым сердцем. Мамы Любы, управляющей в Крущевской Одессе мини-борделем, где атмосфера напоминает скорее семейные обеды. У героини тонкая душа, модные наряды, кстати, аутентичные, и тоска внутри. Что было, что будет, на чем сердце успокоится. Впору вспомнить классическое «Мадам Бавари – это я» и разглядеть в попытках мамы Любы начать новую жизнь тень режиссера Гордона. Я менял часто атрибуты своей жизни, как вы справедливо заметили, и место, и профессию, и даже женщину. Но это не значит изменить жизнь. А вот в этом возрасте, в этом положении по отношению к миру, можно что-нибудь попытаться изменить? Ну, то есть, грубо говоря, пойти наперекор судьбе. Или вот я и пытаюсь на эти вопросы этим фильмом ответить. Себе, в первую очередь. Видимо, Одесса навсегда мама. Давно столичная жительница Фандера легко переходит на Южный Говорок. Гордон откровенно любуется тоже не чужим городом. Здесь родился его отец. Но это все лирика. Одесское землячество на Кинотавре, где огни притона были показаны в конкурсе, встретило разноречивую, но больше сдержанную реакцию. А работу Оксаны Фандеры, которой прочили лучшую женскую роль в фестивале, и вовсе отметили почти утешительным призом за уникальное сочетание красоты и таланта. Пресса тут же прокомментировала решение жюри, как пощечину гламуру от Гордона. Но для самого Гордона, главное в этом кино, отдушина в рутинном телевизионном труде. Хотя бы хотелось бы, да, любить и женщину, и работу, и детей. Но не получается. Поэтому я за Кинотой держусь так, что там я кайфую от первого момента замысла, через трудный препродакшн сценарный и постсценарный, да, и через эти съемки, которые... Вот тут я просто понимаю, что я живу, что у меня есть ощущение, что я живой человек. Во всех остальных случаях, говоря речи вот о работе, мне очень напряжено, знаете, такое ощущение, что вот пришел ребенок на контроль, но и ждет, чтобы химичка заболела. Впрочем, с этим проектом Гордону удастся соединить кино и телевидение «Мечту и быт». На Кинотавре режиссер заверил, что покажет огни притона в своей программе. То есть, являясь самым ярым поклонником фильма, станет судить в эфире самого себя. На подобную шизофреническую раздвоенность будет весьма любопытно посмотреть. Кино акварельное и антикварное, без очевидных мотиваций, почти на полутонах про ушедшую эпоху ее людей сделал видный циник дня сегодняшнего. Или уставший романтик. Это как кому больше по душе. И сколько раз я не смотрю эту картину, она мне нравится. Это значит, что в этом смысле я честный человек. То есть, я не снимаю то, что мне не нравится. Субтитры сделал DimaTorzok